Я придумал такой инструмент очень интересный. Я решил собрать по всем страницам насквозь сайта все внутренние разделы, которые используются для продвижения страниц. Это заголовки страниц, ключевые слова и описание страниц. И у меня вот сюда выводятся целые полотна, где есть только эти поля. И я их заполняю, перехожу на другое поле. И предыдущее поле, в котором я только что писал, оно сохраняется автоматически. Вот такой интересный инструмент. Это позволяет нам сразу насквозь все страницы называть, чтобы использовать для продвижения. Очень удобно. Работая с сайтом, я призываю вас думать о том, какие инструменты можно использовать для групповой обработки данных. Потому что в дальнейшем вы поймете, что надо не каждую страницу делать, а его просто слоями накатывать. То есть вы готовите какой-то пример отдельный. Например, вы придумали стандартное отображение новости. То есть у вас вся новость идет по шаблонам. То есть я предлагаю шаблонизировать определенные форматы контента. И чтобы разные виды контента в него уже всасывались автоматически. Допустим, при копировании заголовка вновь созданной страницы. То есть я создал страницу и хочу, чтобы в новостях появилось, что я там насоздавал за сегодня. Я беру, создаю новую новость. И в нее просто копирую название страниц, вновь созданных за сегодняшний день. И он у меня автоматически в новость подгружает все остальные поля из нее. Название, описание, дату автора. Там какой-то более развернутый участок текста. Фотографии или галереи, если они были выбраны. Это значительно облегчает работу с сайтом в дальнейшем. Поэтому для нас на начальном этапе задача просто собрать сайт. Любой, который у нас получится. Потому что будет понятно по ходу пьесы, во-первых, что не работает. Второе, что хотелось бы видеть по-другому. Не так, как это мы запланировали в техническом задании. И третье, какие-то новые инструменты, прикольные фишки и так далее. В общем, полезные всякие мелочи, которые нужно записывать в отдельный список. И затем использовать для новых, для обновлений сайта. А еще у нас есть такая интересная штука. Это альт-теги фотографий. Все-все фотографии, которые есть на сайте, тоже надо подписывать. Потому что ищут по фоткам и Яндекс.Картинки, и Гугл.Картинки. В общем, все они ищут теперь по фотографиям. Очень здорово. И можно сразу вписывать название фотографий. И групповая обработка данных позволяет это делать значительно быстрее. То есть, это экономит время человека, который работает с сайтом. Тут одна обувь, на самом деле. Сейчас мы все это поубираем. Ничего страшного, она висит просто для примера. Сначала заполняется самый главный раздел. У нас это товары, а в случае стоматологической клиники это будут услуги. То есть, мы заполняем сначала раздел услуги. И потом уже смотрим все остальное. Потом врачи. А здесь мы начнем с общих настроек. Значит, имейлы менеджеров. Я буду рассказывать, зачем эти поля нужны. Чем они полезны для вашего сайта. Почему они должны быть в панели администрирования. И параллельно что-то писать в них. Итак, имейл менеджера для получения заявок. Значит, мы решили, что у нас с сайта должны приходить. Значит, этот имейл и все я удаляю. Я пишу с ума свои имейлы. Ну и продублирую. Еще я рекомендую все-таки писать два. Чтобы... Что-то я так уменьшил сильно, да? Наверное, надо обратно вернуть пока. Значит, я пишу адреса почты. Только, по-моему, они пишутся через точку запятой. Теперь тайтл сайта сразу у нас идет. Заголовок сайта. Значит, какой у нас может быть заголовок? Мне нужно двигать не ромашку. Мне нужно двигать продукты известных производителей. Поэтому я буду писать, конечно же, название продуктов. И как будто бы сайт про продукты и про решение, а не про его название. Оно будет, конечно, фигурировать, чтобы по нему искалось быстро. И на слово там ромашки и всякие возможные вариации оно выскакивало. Гигиенические товары и стоматологические продукты для домашнего и кабинетного использования известных... Нет, нам надо писать сразу их, чьи это продукты. Гигиенические. Товары и стоматологические продукты для профессионального домашнего и кабинетного использования. И вы также будете писать... А, вы будете писать стоматологическая клиника, там, допустим, А, Б, С. Услуги для взрослых и детей, да, стоматологические для взрослых и детей в таком-то районе города. Это, как бы, самый важный текст, по которому ты должен искаться. Значит, у нас получаются гигиенические товары и стоматологические продукты для профессионального домашнего и кабинетного использования. Все вроде охватили, да. И потом мы перечисляем, какие. Начнем, начинаем с самых известных. И вам надо будет писать потом услуги. Там, имплантация, лечение зубов, удаление зубов. Не надо писать терапевтическое стоматологическое, хирургическое, ортопедическое. Пациенты этого вообще не понимают. Им нужно писать название услуг. Потому что они их ищут в интернете. Клокс, фитодент. Название длинное. Но ничего страшного, в самом деле. Там нет, его потом можно будет подрезать. Мы сейчас другого это делаем. Вот я его написал. Ключевые слова. Это такой очень важный пункт. Хотя многие считают, что по ключевикам не ищутся сайты больше. Но мне кажется, что в совокупности с другими факторами, их наличие усиливает эффект поисковый. Ключевые слова. Это набор слов, по которым может искаться ваш сайт. Даже самых супер-супер редких запросов. То есть здесь должны быть запросы все. Плюс ваши названия. Название страниц. Название известных производителей товаров, которые вы используете для лечения. Или производителей оборудования. Это могут быть названия клиник конкурентов и прочее. Этот набор слов вам надо копить. Я приведу вам пример. Набора слов для сайта Leoplast. Сайты все наши вот здесь. Вот набор слов. И сюда входит вообще все-все на свете. Что могло бы пересекаться на эту тему. Или какие. То есть я думаю о том, какие аудитории я хотела бы приводить к себе на сайт. В зависимости от их запроса. Вот тут имплантаты всех систем перечислены. И так далее. И все виды продукции. И там само название слова ЛИО. И все что угодно сюда может входить. Города, в которых есть крупные представительства. То есть надо думать над тем, что здесь должно написать. Здесь будут названия продуктов и так далее. Я потом это сгенерю. Ну то есть чтобы вот сейчас не начинать писать там. Что я могу сделать? Я могу пока скопировать вот сюда. Потому что в принципе это соответствует. Но у меня будет что? Значит покажу как заполнить это сразу. Ключевые слова. Как их обрабатывать. Чтобы у нас вот этот пункт был здесь. Стоматологические продукты. Ну то есть только я бы использовал здесь конечно профессиональная косметика. Ну ладно. Так мы и сделаем. Косметика. Должен исправлять, да. И кабинетного использования. Это вообще не надо. И теперь подумаем. Клокс. Ромашка у нас есть. Здоровье полости рта. Можно сюда скопировать. Потом их надо по хорошему распределить по группам. Мы пока просто валим для примера. Ну так вот. Мы какие-то изменения привели. Сделали. Телефон. Лучше написать телефон. Телефон всегда мобильный. А не городской. Потому что могут звонить из разных регионов. Все. Два телефона. Емейл. Адрес нам надо написать. Короткий адрес надо писать всегда. Есть очень важный момент, что вам нужно заполнять эти поля как можно короче и точнее. Если есть сокращения, то их применять. Видите, да? Вот в этой строчке, например, адрес. Или ежедневно. Вам не надо обращать внимание на такие штучки. Потому что это техническая информация. Вы можете, конечно, знать, что «бр» — это просто жирный формат текста. Затем координаты на карте. Это очень важный момент, чтобы ваша карта искалась в поисковиках. Как мы это делаем? Мы находим на картах Яндекс. И вот у нас эти данные. Вот мы их берем, копируем сюда, к себе на сайт. Обновим страницу. Вот куда в «Контакты» я хочу слазить, потому что они у нас поменяются еще. Вот у нас как страница «Контакты» выглядела. Вот мы находились в «Народном ополчении». Это вот эти данные. И переехали. Вот мы телефоны наук казали. Цитата в шапке. Цитата в шапке. Вот это вот. Вся палитра. Значит, это очень важная информация. Какой-то лозунг, должен быть призыв. «Мы заботимся о здоровье ваших зубов». Или «Семейная клиника, семейные традиции». Или «Клиника-династия, семейные традиции». Что-нибудь такое. «Приходите все к нам, мы лечим бесплатно». Это поле рекламное. Сюда можно и акцию повесить, и какой-то такой момент. Всем, кто скинет фотографию с улыбкой, гигиена зубов бесплатна. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!